Об инциденте с участием молодого человека в инвалидной коляске, которого оставили ползать по полу на заседании Муниципального совета Кишинева, будут уведомлены правоохранительные органы и дипломатические миссии. Об этом заявил столичный градоначальник Ион Чебан. В видеообращении в Фейсбуке мэр назвал этот инцидент возмутительным, отметив, что последние заседания Мунсовета советники ПДС превратили в хаос. В ответ председатель фракции ПДС в Мунсовете Зинаида Попа отвергла обвинение, заявив, что молодой человек вместе с несколькими личными ассистентами пришел на встречу добровольно, хотя их и не пускали в здание. Находящийся в отпуске столичный мэр на своей странице в Фейсбуке выложил видеоролик, в котором прокомментировал инцидент, произошедший в четверг на заседании Муниципального совета Кишинева. Ион Чебан отметил, что на двух заседаниях Мунсовета была предпринята попытка создать хаос с привлечением протестующих. Чиновник выложил кадры с камер видеонаблюдения, объясняющие, как попали в здание персональные ассистенты, в том числе молодой человек в инвалидной коляске. Было очень шумно и точно не было похоже на обычное заседание. Когда я сказал, что это возмутительно, я намеренно упомянул это уточнение, потому что в эти политические дебаты попытались вовлечь людей с ограниченными возможностями. Превышение всех моральных норм, если можно так сказать. Здесь у нас есть один, два, три, четыре, пять, шесть советников ПДС. Это люди, которые приходят организованно. Далее представители ПДС и персонаж, которого вы очень хорошо знаете по публичным выходкам. Столичный мэр отметил, что проинформирует депмиссии и правоохранительные органы о неприемлемых действиях в Мунсовете. Нельзя так издеваться над людьми с ограниченными возможностями, позволять им ползать по мэрии Кишинева, по полу конференц-зала, просто чтобы, так сказать, заработать политический капитал. Мы предпримем все законные действия для информирования граждан об этом, о привлечении людей с ограниченными возможностями. Мы доведем это до сведения депмиссии, а также до правоохранительных органов. В ответ председатель фракции ПДС в Мунсовете Кишинева Зинаида Попа выразила надежду, что депмиссии проведут расследование действий столичного мэра в связи с ситуацией, в которой были упомянуты персональные ассистенты. Она отрицает, что их визит на заседании Мунсовета был организованным. Я действительно верю и очень хочу, чтобы депмиссии сами обратили внимание на дебаты, которые Иоанн Чабан ведет в отношении этих людей и этих персональных ассистентов. И я действительно хочу, чтобы эти люди добились справедливости и не были вынуждены, отчаявшись из-за действий Иоанна Чабана, приходить и жаловаться членам Мунсовета. Эти персональные ассистенты пришли по своей инициативе. Их никто не привозил. Нам очень жаль, и я надеюсь, что депмиссии примут к сведению всё, что происходит, и что люди в отчаянии приходят и падают перед советниками и молят о выплате им зарплаты. В то же время в пресс-релизе фракции ПДС в Мунсовете отмечается, что охрана столичной мэрии, по указанию Иоанна Чабана, не пускала людей на заседание. В то же время на представленных Чабаном видеоизображениях видно, как советники от ПДС заходили в здание. Чабан пока не прокомментировал эти обвинения. Напомним, заседание Мунсовета Кишинева 8 февраля прошло шумно. Тогда человека с ограниченными возможностями на инвалидном кресле привезли и оставили ползать по полу, пока члены муниципального совета спорили между собой. Протестующие выразили недовольство решениями муниципалитета, связанными с работой персональных ассистентов. Советник фракции МАН Корнели Упынтер заявил, что парня привезли советники ПДС, чтобы устроить представление, а члены партии Действия и Солидарность отвергли обвинения. Мать молодого человека с проблемами опорно-двигательного аппарата рассказала СМИ, что таким образом хотели доказать, что у ее сына действительно серьезные проблемы со здоровьем, и он нуждается в уходе. Согласно решению столичного управления здравоохранения, все персональные ассистенты в пенсионном возрасте, а их 190 человек, ранее получавшие зарплату из фонда поддержки населения, будут уволены, а остальные 2100 человек будут временно получать лишь половину от зарплаты. Это решение вызвало недовольство, а персональные ассистенты и муниципальные советники от ПДС организовали протесты. Скандал разразился после того, как Ион Чебан заявил, что правительство сократило муниципальный бюджет, а в Минфине сообщили, что фактически кишиневский бюджет увеличился в этом году на 81 миллион леев.